Стоит ли бояться санкций и какой будет повестка предстоящих переговоров лидеров Белоруссии и России? О развитии взаимодействия стран говорили сегодня на встрече президента с госсекретарем союзного государства Григорием Рапотой. За годы интеграции общий товарооборот увеличился почти в шесть раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию. Есть значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав граждан наших стран в образовании, медицине и трудоустройстве. Сегодня кооперация связана более 8 тысяч предприятий двух государств. Благодаря тесным экономическим связям наша небольшая страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером. Единственное, на чем настаивает Беларусь, это на создании действительно равных условий для субъектов хозяйствования. Выступая на Всебелорусском народном собрании, президент подчеркнул приверженность интеграции и партнерству с Российской Федерацией. Участие в форуме, где были затронуты самые разные вопросы, принимал и госсекретарь. Это хорошо, что мнение, формирующее круги, такие как вы люди, они нормально воспринимают наш форум. Мы хотим все вопросы, которые поднимались, обсуждались, напечатать в газете и показать людям, вот какие вопросы обсуждались. А их там сотни. Там интересные поднимались некоторые вещи, да? Да, концептуальные вещи поднимались, важные. А есть и второстепенные, третистепенные, но все их опубликуют по направлениям. Поэтому я благодарен вам, что вы поприсутствовали у нас на этом форуме, послушали. И я в докладе, и вообще выступающие наши были довольно откровенны. По крайней мере, говорили то, что они думали. Поэтому на все вопросы получены ответы. Я думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Белоруссии и России. Очень. И вот в ближайшую встречу, я вижу, уже в Кремле анонсируют эту встречу. Мы действительно с Путиным давно договорились о том, что мы где-то в начале 20-х чисел февраля встречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать, у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку. И вот Лукашенко приедет там аж 3 миллиарда долларов просить. Нет, я не еду туда чего-то просить. Вот вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно. Общим рынком документы. Мы вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Ну что там ходить и просить. Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Я думаю, мы с Медведевым постричаемся там, мы договорились, что встретимся. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее. Обеспечение обороны, безопасности нашего государства. Несмотря ни на какие санкции, Беларусь и Россия могут справиться с вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко на встрече. Страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах. От космоса до биотехнологий. Сообщем можно получить хороший эффект, несмотря на пандемию. Общение не обошлось и без приятного момента. Президент вручил Григорию Рапоте орден почета. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единство народов Беларуси и России. У меня ни на минуту не было сомнений, никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, потому что это нужно для благополучия двух народов. Нет у меня на этот счет сомнений. Второе, что для этого нужно сделать и что не делается. Да, хотелось бы, может быть, но мне бы хотелось как можно больше каких-то совместных крупных проектов. Это могут быть транспортные проекты, это могут быть научные проекты. Срок полномочий госсекретаря союзного государства истекает, он планирует завершить работу на этом посту, но официальное решение пока не принято. Как подчеркнул Григорий Рапоте, несмотря на смену караула, важно сохранить динамику интеграционных процессов и содействовать решению проблем, которые остаются в двусторонних отношениях. И об этом тоже говорили на встрече у президента.